дорогие друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз на 2020 год для знака зодиака рыбы уважаемые рыбки напоминаю что гадание имеет общий характер она подходит и женщинам и мужчинам и тем кто в паре и тем кто одинок надеюсь что каждый из вас для себя найдет важную и полезную информацию приглашаю вас всех присаживайтесь поудобнее постарайтесь максимально расслабиться только в максимально расслабленном состоянии вы сможете воспринимать любую информацию правильно да и сможете правильно ее анализировать колода предварительно уже была готова но для вашего настроя я ее еще немножечко перетисую какая карта за что будет отвечать я буду рассказывать вам уже в процессе самого годами итак первая карта вашего расклада на этот 2020 год покажет ваши основные цели задачи ваши мысли то к чему вы будете стремиться и то к чему будете идти и в общем то по этой карте посмотрим ваше настроение колода готова маленькие последние приготовления итак первая карта дальше также мы посмотрим что же на вашем сердечке о чем болит ваше сердечко что под сердечком что вы прячете о чем не хотите говорить о чем вы не хотели бы чтобы знали другие да то есть ваша душевная боль в чем она заключается также мы посмотрим общий фонд событий всего этого года что же вас ждет что будет происходить в вашем доме под крышей которого вы живете работа финансы также так замечательно карта финансов возьмем карту также для наших семейных пар для тех кто в паре что ждет вас в браке что ждет вас в ваших личных отношениях для наших одиноких рыбок тоже мы непременно возьмем карту также посмотрим что будет происходить во взаимодействии с вашей ближайшей родной в течение этого года ваши друзья ближайшие те с кем вы общаетесь как они будут себя проявлять в отношении вас и как будут ваши отношения складываться что в этом году возможно может вас огорчить и также карта которая покажет что же вас все-таки порадует или открылить все карты перед вами и мы с вами приступаем к чтению вашего расклада возможно я буду брать еще дополнительные карты и мы с вами начинаем первая карта вашего расклада и это ваши основные цели и задачи на 2020 год карта старшего аркана карта веры карта покровительства высших сил открывает ваш расклад на весь этот год и это здорово друзья даже если сейчас вот в данный момент не брать во внимание ни одну из тех карт которые лежат на столе а смотреть ближайший год только по этой карте я заверяю вас всех что вас однозначно ждет покровительство и защита высших сил главное по этой карте не теряйте веру в себя не теряйте веру в людей ваши основные цели и задачи вы по этой карте таким человеком и показаны чистым глубоко духовным очень развитым по этой карте вы открытая душа вы открытое сердце вы готовы помогать каждому кто бы к вам не обратился за помощью вашей голове благие помыслы желание что-то созидать желание что-то улучшать многие из вас по этой карте люди действительно глубоко верующие возможно вы имеете какие-то большие надежды на какого-то мужчину да вот в этом году 2020 мужчина возможно это кто-то старший в роду может быть дядя отец брат сват это может быть кто угодно для кого-то муж или ваш духовный наставник да но есть какой-то мужчина на которого вы рассчитываете и делаете какие-то ставки в особенности если смотрит меня женщины и поверьте вам от этого мужчины будет поступать помощь и морально и эмоционально и вполне возможно что и на финансовом уровне тоже по крайней мере этот человек всегда готов вам будет помочь чем может если говорить о наших мужчинах вот эта карта говорит о том что вы также можете рассчитывать на какого-то мужчину но все-таки основную ответственность за вашу жизнь за жизнь ваших родных и близких вы чувствуете на себе вы не уходите от этой ответственности вы будете жить и бороться эта карта людей с большим сердцем независимо от того кто мне смотрит мужчины или женщины замечательная первая карта давайте посмотрим что же на вашем сердечке а на вашем сердечке выпала карта шестерочки кубков эта карта дома семьи ваших самых-самых ближайших друзей здесь есть взаимность здесь есть понимание конечно какие-то чувства переживания желание друг другу дарить радость и желание действительно помогать не зря вам первой карты выпала карта иерафанта показывает вас как человека открытая в отношении других людей но и ваши родные и близкие готовы отвечать вам взаимностью замечательная карта у многих конечно же по этой карте есть детки у тех у кого нет деток вы мечтаете о семье вы мечтаете о теплоте и душевности в вашей жизни но поверьте она в этом году непременно в вашей жизни будет давайте посмотрим что же под вашим сердечком что прячется что вы не хотите показывать окружающему миру и здесь мы видим карту троечки мечей эта карта сердечной раны сердечной боли возможно у вас с кем-то были или еще имеются на сегодняшний день какие-то болезненные отношения возможно которые под угрозой у кого-то эти отношения уже в разрыве по троечке мечей это то что уже может быть разорвано это как живая рана которая еще болит в вашем сердце возможно в этом году вы часто будете вспоминать о какой-то старой ситуации из вашей жизни которая не будет давать вам покоя да то есть какие-то большие сердечные переживания внешне окружающему миру вы будете показывать добродетель вы будете показывать открытое сердце и открытую душу но в глубине вы сами страдаете давайте посмотрим общий фон событий всего этого года что же войдет в вашу жизнь и здесь мы видим карту снова таки старшего аркана силы карта замечательная опять-таки если рассматривать ее в независимости от других карт даже одна эта карта говорит о том что этот год для вас тоже будет удачным но вам нужно проявить максимум твердости проявить свою волю свой характер свою организацию прежде всего вам нужно уметь организовывать самих себя свою собственную жизнь но также по этой карте и свое ближайшее окружение вот вы должны умелой где-то строгой но правильной рукой направлять да то есть вы должны людей направлять в нужно русло которые рядом с вами эта карта говорит о том что даже своих врагов или конкурентов вы можете приручить вы можете справиться с любой трудностью по этой карте для вас нет ничего невозможного эта карта большой энергетической силы и мощи эта карта огромной вашей внутренней духовности мудрости снова таки желание творить добро но по этой карте вы всегда сможете за себя постоять если кто-то попытается вам мешать и эта карта дает вам совет что не всегда нужно быть мягкими если на вас оказывают давление вы должны уметь оказать противодействие и эта карта вам об этом говорит давайте посмотрим что же будет происходить в вашем доме и здесь мы видим карту пажа мечей конечно это очень много хлопот это много каких-то нервов переживаний это рутина это быт это суета к сожалению которая немножечко будет вас расстраивать у многих переживания из-за ваших деток у тех у кого детки есть потому что карта пажа мечей также показывает и деток возможно у кого-то трудности с детьми либо сложные взаимоотношения может быть вам не всегда легко понять друг друга но по тем картам которые я вижу рядом я вижу что благодаря своей мудрости благодаря умению общаться со своим ребенком все-таки вы сможете ему помочь для кого-то эта карта говорит о возможности чему-то обучаться на дому то есть эта карта также и учеников эта карта также напоминает вам о том что вам много вот по мелочам в вашем доме в этом году нужно приводить в порядок да то есть есть все-таки какие-то сложные моменты нерешенные вопросы которые в этом году вам предстоит решать но я не вижу ничего страшного и не вижу ничего не подъемного до хлопоты до рутина но вам не привыкать давайте посмотрим вашу рабочую обстановку что же здесь здесь ли вас выпала замечательная карта девяточка пентаклей даже для тех у кого в 2019 году были трудности с работой кто потерял работу вы непременно 2020 году работу иметь будете эта карта показывает уверенный стабильный доход возможность хорошо зарабатывать это движение вверх по карьерной лестнице это признание вас другими людьми это вы сами как человек который находится в авторитете то есть ваши заслуги признают у многих из вас по этой карте уже есть определенная база под ногами которую вы наработали годами да то есть и где-то уже ваш авторитет в этом году будет работать на вас для тех кто работает я не вижу потери работы я вижу что у вас все развивается что все процветает очень много коммуникаций и очень много общения по работе это все то что будет приносить вам неплохой доход эта карта также говорит о том что если рассматривать ее дополнительные значения в этом году все-таки вы очень много себе сможете позволить и купить что-то в доме какие-то дорогостоящие покупки и порадовать просто самих себя у вас однозначно на это будут деньги давайте посмотрим карту которая все-таки напрямую говорит о ваших финансах в данный момент мы рассматривали работу здесь мы видим карту семерочки жезлов конечно семерочка жезлов говорит о борьбе то есть в любом случае то что касается денег и финансов какие-то усилия прикладывать нужно также эта карта может говорить о какой-то конкурентной борьбе то есть если вы работаете в коллективе эта карта может показывать о каких-то стычках и выяснениях отношениях в коллективе если вы работаете сами на себя эта карта может показывать ваших конкурентов во внешнем мире людей элементарно завистников которые не желают вам хорошего и могут строить вам какие-то козни но по семерочки жезлов вы однозначно и здесь справитесь с любыми проблемами эта карта говорит о том что возможно на ваши деньги кто-то может претендовать на уже имеющиеся на уже заработанное и здесь вы показан как человек который отстаивает свои финансы право обладать своими собственными финансами то есть возможно на ваши деньги поползновения со стороны других людей да вот таким образом эта карта может проиграться вы слышали прозвучала сирена и это не случайно наверное это знак но хочу заметить даже тем кто находится на пенсии и вы не имеете возможности работать и по девяточки пентаклей и по семерочки жезлов у вас будет постоянный источник дохода другой вопрос опять-таки в том что кто-то может претендовать на какие-то ваши денежки и здесь вам нужно постоять за себя но вам тоже быть при деньгах давайте посмотрим что же ждет наши семейные пары в ваших личных взаимоотношениях и здесь мы видим карту туза монет замечательная карта эта карта прекрасных шансов и возможностей во первых для тех у кого 2019 году отношения были не очень это возможность ваши отношения реанимировать обновить финансовая сторона ваших отношений тоже является не последних но и вы и ваш партнер в этом году сумеете неплохо зарабатывать и это то что непременно укрепит ваши отношения и даст вам какие-то новые возможности в паре и в семье как таковой вообще то есть да вот то есть по этой карте у вас появляются какие-то новые совместные планы новые проекты возможно вы что-то вместе обдумываете возможно вы вместе хотите начать какое-то новое денежное предприятие куда-то вложить деньги но эта карта также и подарков приятных сюрпризов от вашего любимого человека если смотрит меня женщины возможно ваш мужчина в этом году вам сделает какой-то крупный достойный подарок по крайней мере по этой карте он будет делать все для того чтобы вам угодить и чтобы вы финансово ни в чем не нуждались если смотрит меня женщины по этой карте вы тоже будете делать все для того чтобы в ваших отношениях была гармония и было равновесие да то есть вы оба будете трудиться над этими отношениями но сто процентов вашим отношениям развиваться я не вижу здесь измен я не вижу здесь предательство здесь все будет у вас нормально давайте посмотрим что же ждет наших одиноких рыбок для одиноких рыбок выпала карта старшего аркана отшельника конечно эта карта говорит о внутреннем одиночестве о том что вы не всех и не каждого впускаете в свое личное пространство или готовы впускать свое личное пространство для тех у кого отношения имеются или даже возможно еще нет партнера но он только появится в 2020 году у вас будет очень много размышлений вы не будете спешить создавать брачных отношений вы не будете пытаться себя связать какими-то обязательствами с тем человеком который будет рядом с вами почему потому что вы не будете уверены ни в нем не в себе эта карта говорит о том что вы постоянно что-то анализируете вы постоянно копаетесь и в своем прошлом и в своем настоящем и также пытаетесь предугадать будущее чем хороша эта карта она показывает вашу глубокую мудрость ваш огромный жизненный опыт у многих которые есть за плечами это то что не даст вам сделать ошибку по этой карте вы можете общаться с другими людьми и вам даже это необходимо по этой карте вам это совершенно необходимо вам нужны какие-то отношения но вы как будто бы сами закрываете себя от внешнего мира да и если вы с кем-то находитесь в отношениях повторюсь вы не будете спешить с окончательными выводами то есть эта карта глубоких раздумий тоже ждет вас в этом году в отношениях с вашей роднёй и здесь мы видим карту троечки кубков очень много встреч очень много праздников очень много веселья с одной стороны с другой стороны я вижу лицемерие с другой стороны актерство маски игра не искренность по этой карте вам и завидует кто-то из ваших родственников глаза могут говорить одно а думать совершенно другое кто-то завидует каким-то вашим успехом кому-то может казаться что вы живете лучше чем они по этой карте вы тоже общаетесь со своей роднёй в силу того что так надо либо потому что того требует обстоятельства но по этой карте вы себя будете вести точно также чувство лицемерия вы конечно этого внешне показывать не будете но вы будете также одевать ту же самую маску которую одевают ваши родственники то есть здесь по сути нет какой-то большой искренности давайте посмотрим что же ждет вас в отношениях с вашими друзьями в этом году и здесь для вас выпала прекрасная карта рыцаря монет для многих из вас эта карта указывает на мужчину стихии земли это может быть телец дева или козерог по гороскопу с которым у вас будут прекрасные взаимоотношения возможно построенные на общем бизнесе может быть у вас какие-то общие рабочие или финансовые вопросы с этим человеком да это то что будет давать вам возможность все время друг с другом взаимодействовать это какие-то встречи передвижения возможно у кого-то с кем-то будут совместные дороги из ваших друзей именно по работе именно связанных с заработком с финансами может быть это какие-то рабочие командировки для кого-то из вас эта карта может показывать во внешнем мире человека друга готового помочь вам финансово и от этого человека к вам также могут поступать какие-то неплохие рабочие дельные предложения которые вы для себя будете рассматривать если вы с этим человеком будете сотрудничать и постоянно поддерживать отношения то у вас появится дополнительная возможность дополнительных доходов если говорить о женщинах рыбках вот вам по этой карте как будто бы с мужчинами общаться проще чем женщинами если говорить о мужчинах то все-таки в большей степени друзья у вас здесь в мужском лице давно в любом случае есть какой-то один надежный человек на которого сто процентов вы можете рассчитывать да здесь могут быть какие-то нюансы у каждого какого-то своего интереса но тем не менее я вижу прекрасный тандем вам стоит с этим человеком отношения поддерживать и развивать давайте посмотрим что же может вас в этом году огорчить и здесь у вас выпала карта шестерочки пентаклей эта карта говорит о том что вам не стоит спешить куда-то деньги вкладывать это может вызвать какие-то затруднения то есть какие-то долгосрочные проекты может быть вы хотите купить новое жилье либо вложиться в какой-то дополнительный бизнес либо еще куда-то да также эта карта говорит о том что не одалживайте крупных сумм денежных и не крупных тоже никому почему потому что просто вы эти деньги не сможете вытащить назад не сможете их вернуть назад да то есть эта карта предполагает что с какими-то крупными вложениями все-таки вам нужно быть очень аккуратными и все это очень тщательно взвешивать и продумывать и обратите внимание что у человека которого мы видим на карте в руках карта весов идет анализ тщательно планирование до появятся какие-то возможности да вы будете думать стоит или не стоит но прежде чем принять какое-то окончательное решение вам нужно будет хорошенечко взвесить все за и против это понимаю что многим из вас здесь будет помогать еще какой-то мужчина давайте посмотрим а что же вас порадует десяточка жезлов выпала для вас эта карта говорит о том что несмотря на возможные трудности которые в этом году могут быть вы справитесь абсолютно со всеми проблемами почему потому что карта десяточки жезлов показывает и физически и эмоционально очень сильных людей не все по этой карте вам будет легко даваться но видят цель вы не будете видеть препятствий также для многих из вас эта карта хороша тем что вы сможете совмещать сразу несколько каких-то направлений например несколько рабочих направлений либо вы работаете и где-то еще подрабатываете либо эта карта говорит о возможности учебы работы семьи то есть в любом случае вы везде все успеваете карта говорит о том что до хлопот и забот у вас будет очень и очень много но вы по этой карте человек очень и очень ответственный вы чувствуете на себе ответственность не только за свою собственную жизнь но и за жизнь тех людей которые рядом с вами то есть по этой карте вы еще и как человек готовый кому-то помогать прекрасный запас энергии и это то что приведет вас к победе в любом случае тоже прекрасно огненная карта давайте возьмем еще одну карту в завершении вашего расклада которая покажет общее состояние вашего здоровья общий фон вашего здоровья на 2020 год замечательная карта десяточка пентаклей эта карта говорит о том у многих из вас есть порох в пороховицах даже для тех кто болеет либо имеет какие-то хронические недомогания да то есть эта карта говорит о возможности подлечиться десяточка пентаклей предполагает собой какое-то успешное для кого-то лечение для кого-то выздоровления благодаря тому что вы со вниманием будете в этом году относиться к своему здоровью вы многих проблем сможете избежать поэтому берегите и любите себя любимых свое здоровье поддержать в этом году вы сможете а в общем то эта карта говорит о большой крепости организма о больших резервах вашего организма карта очень светлая и солнечная и она говорит о том что у вас непременно все будет хорошо давайте подытожим весь ваш расклад давайте возьмем исключительно старшие арканы и посмотрим на основные события вашей жизни для вас выпала карта иерофанта карта папы карта силы карта отшельника три старших аркана в вашем раскладе все три карты замечательные среди этих старших арканов нет ни одного негативного и эти карты говорят о том что этот год у вас пройдет максимально гармонично об этом говорит и карта веры для многих из вас действительно появится покровительство в мужском лице человека который будет предоставлять вам какую-то помощь который будет готов решить какие-то ваши вопросы и проблемы также эта помощь высших сил не теряйте веру идите к своим целям преодолевайте трудности и препятствия но при этом не теряйте свое человеческое достоинство и лицо почему потому что карта силы говорит о том что у вас могут быть и враги и какие-то сложные жизненные ситуации которые придется решать силой но это должна быть разумная сила и разумное давление вам во всем в общем то должна сопутствовать удача также для многих из вас эти карты говорят о том что у кого-то появятся прекрасные возможности чему-то обучиться получить какие-то новые знания хорошее образование для кого-то эти карты показывают на успешный курс лечения почему потому что карта отшельника может показывать доктора для кого-то эти карты говорят о том что вы будете в этом году поддерживать отношения как минимум с двумя важными для для вас людьми это один человек в мужском лице и второй человек для вас тоже как гуру как наставник как учитель как помощник как покровитель но это может быть и мужчина и женщина то есть у каждого эта ситуация может проиграться по-своему также по отшельнику конечно прислушивайтесь к своей внутренней интуиции она однозначно вам поможет и как видите и карта отшельника и карта веры говорят о том что в вашей жизни обстоятельства будут складываться таким образом что все-таки каких-то глобальных больших ошибок вы не допустите вас просто все время будут оберегать и поверьте даже те трудные или сложные моменты которые войдут в вашу жизнь они будут даны для чего-то для какого-то анализа для какого-то переосмысления но вы из этого вынесете правильные уроки также радует то что вы защищены финансово радует то что во внешнем мире у вас есть надежный друг по крайней мере один человек на которого вы можете рассчитывать финансах в поддержке по работе да если говорить о вашей родне здесь ситуация немножечко хуже да в доме есть хлопоты но по тем картам которые я вижу для вас нет ничего невозможного для наших одиноких раков это все-таки год больше анализа переосмысления взвешивания своей жизни взвешивания всех за и против сами высшие силы вас будут охранять от неправильных людей от неправильных отношений от неправильных шагов то есть даже если в вашей жизни в этом году не появится тот единственный или единственно исключительно потому что только пока еще не пришло время дорогие друзья уважаемые рыбки и мужчины и женщины я от всего сердца желаю вам 2020 году прежде всего крепкого здоровья всем вам финансовой стабильности и благополучия гармонии вашей душе спокойствия и уюта в вашем доме и в ваших семьях пусть все ваши самые заветные мечты надежды сбываются пусть воплощается в жизнь все то во что вы верите это чего вы ждете всем счастья всем удачи подписывайтесь на мой канал кто еще не успел подписаться друзья всем удачи в этом году и до свидания